Валентина Данилова в начале этого года обратилась за помощью к нам в редакцию. Проблема заключалась в том, что в конце 2015 года жители села Коксаек собрали по 60 тысяч тенге на проведение газа. Обещали подать голубое топливо уже к Новому году, но к назначенному сроку газ у сельчан по неизвестным причинам так и не появился. Сперва, по-моему, 48, а за то, что подключат газ уже 18,200. Это когда? Это я к Новому году отдала. А когда газа нет? Газа нет. И когда обещаешь? Понятия не имею. В сельском Акимате тогда нам отказались дать комментарии. Ссылаясь на то, что ответственность за подачу голубого топлива несет компания КАЗ Трансгаз Аймах. Те, в свою очередь, уверили, что в районе газ есть, но вот подать голубое топливо в дом они не могут. Подрядчики не провели трубы газопровода в дом. Мы газ подали, но задача подряд компании – провести трубы в дом. Но так как трубы не проведены, мы газ дать не можем. Еще тогда Аким Коксаека дал обещание, что проблема решится до наступления холодов. И вот спустя полгода голубое топливо, наконец, дали. В домах Валентины Даниловны еще 50 семей Коксаека теперь газ есть. Да, довольно, все хорошо. А то все равно к печке еще пока не будем подключать, потому что паровой надо все отменить. Ну ладно, газ есть. Да, есть, есть. Да, проблема была, мы ее решили как смогли. Есть еще дома, которые не подключены, но тут уже они сами не хотят проводить топливо в свои дома. А так в любое время они могут заключить договор и газифицировать свой дом. В будущем в селе Коксаек планируется провести полную реконструкцию. По словам руководства поселка, будут отремонтированы дороги, проложены тротуары и установят фонарные столбы на главной улице. И все это за счет предпринимателей. Шудин, Саидов, Холмжат, Герназаров, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».